Минувшим вечером включили синюю подсветку на нескольких десятках зданий. Столица уже в пятый раз принимает участие в акции, посвященной Всемирному дню распространения информации об аутизме вместе с десятками городов разных странах. По статистике, с этим заболеванием рождается каждый 68-й ребенок. Как помочь детям, которые воспринимают мир иначе, чем остальные, попыталась выяснить наш корреспондент Ольга Князева. Преподаватель просит Лешу сесть за парту, но тут не до учебы, столько звуков вокруг. Вот такой пояс нужен, потому что Коля помнит, в коридоре открыта дверь, убежит закрывать. А Матвей все время ощупывает предметы, собирает информацию о большом мире, в котором пока мало знают о таких, как он. Мы спросили людей на улице, чего они не знают об аутизме. Из-за чего это может произойти, почему такие дети могут родиться? Аутист может родиться в любой семье. Сегодня это каждый 68-й ребенок, данный ВОЗ. Над поиском причин бьются тысячи лабораторий по всему миру. А они живут рядом, заходят в автобус и начинают громко кричать, вдруг петь, вдруг бежать. Их органы чувств, иногда зрение, иногда слух, иногда осязание, словно вывернуты наизнанку. Жизнь, как фильм, озвучка, в котором, мягко говоря, хромает. Вот проехал трамвай. А звук слышен только сейчас. Более того, он нестерпимо громкий. И это иногда сводит с ума. Мальчики и девочки в наушниках или закрывающие уши руками – это классическая ситуация при некоторых формах аутизма. Форм много, целый спектр. В нем есть место тем, кто, возможно, никогда не заговорит. И тем, кто почти ничем не отличается от окружающего. Ну как им можно помочь? Аутизм не болезнь. У болезни есть финал. А с аутизмом живут всю жизнь. Анна Соловьева рассказывает, пока сыну не исполнилось два года, летала от счастья. Первые слова, первые шаги. Однажды Андрей начал часами раскачиваться из страны в сторону и перестал смотреть в глаза. Я увидела совершенно случайно в сети видеоролик. Там папа и мама ребенка с аутизмом маленького, двухлетнего, снимают то, как он себя ведет. И разбудила мужа. Время было три часа ночи. И сказала им, ты знаешь, у нашего ребенка аутизм. И у меня началась истерика. Я рыдала и повторяла только один вопрос. За что? Десятки книг, интернет-форумов сейчас семь лет спустя. Она сидит с сыном в центре для детей аутистов. Придумала и открыла его сама. Тогда это была единственная возможность найти общий язык с Андреем, который не говорил ни слова. Хотелось бы услышать, как государство помогает этим деткам и их семьям. Например, вот так. Два в одном. Детский сад и школа. Здание ресурсного центра в Воронеже делится на зоны. Игровая и учебная. 15 минут позанимались. Можно побегать, поиграть, кому что нравится. А еще дети-аутисты ходят в обычные классы в Москве, Петербурге и Саратове. Специальных психологов готовят на базе некоторых государственных учреждений. Но это капля в море, говорят сотрудники фонда «Выход». Ни в одной поликлинике в России не знают, как у этого ребенка взять анализ крови. Вылечить зубы. Я уж не говорю о таких вещах, как, например, сделать МРТ. А в международной практике есть какой-то опыт? Конечно, конечно, этому просто обучают врачей и, самое главное, медперсонал. А еще нет ранней диагностики возможности до двух лет понять, что ребенок аутист. А от этого напрямую зависит его будущее. Могут ли потом такие дети как-то в обществе все-таки как-то целесообразно находиться? А это зависит только от нас. Вот Тимофей с мамой ходит по магазинам. Продавцам не нравится, что он трогает витрины руками. Он просто необычный, поэтому... Да, ну тоже, ну... Мама Тимура из Новосибирска не отходит от него на занятиях по каратэ. Иногда нужно просто сделать перерыв, успокоить. Если родителей нет рядом, их быт иногда невозможен без тьютеров, то есть сопровождающих. Если бы не Татьяна, Леша бы убежал из класса, а Матвей разбил бы себе лоб. Нас называют пауками. Неосознанно уже вырастают вторые, третьи, четвертые пары рук. Вовремя протянуть руку важно и людям с легкими формами аутизма. У Кирилла синдром Аспергера. Эти дети могут шнурки не научиться завязывать. Но становятся лучшими в самых разных сферах. Я сам себе мальчик, я талантлив, я буду петь. Будущий артист распевается в коридоре Московского центра для аутистов. Это сказочное здание построили специально для таких мальчиков и девочек. Окна, двери, крыши, как с детских рисунков. Говорят, здесь обычные люди ориентируются с трудом, а аутисты идеально. У преподавателей есть мечта, чтобы таким же домом, в котором легко и понятно для этих детей, стал мир за порогом центра.